Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-охраном Ломонос Петр. О чем пойдет наша речь? Август месяц на дворе. Активно наливаются томаты. И сейчас многие любители увлеклись крупноплодными томатами. А крупноплодные томаты, сами знаете, имеют одну особенность. Их плоды растут очень крупными. Как мне сообщил один любитель, он недавно снял помидор весом 1,6 кг. Ну, по крайней мере, сама кисточка, которая в помидорах висит, она тоже может... Таких сортов, как лимон лиана, крон принц, ну и других похожего типа, кисточка может весить до 3 кг. И что происходит? Когда помидоры начинают нарастать, вот, так всегда написано снимать бурыми, нам хочется их попробовать, чтобы они дозрели на кусте. Потому что помидоры, которые дозрели на кусте, имеют совершенно иной вкус. И вкус, и аромат они имеют, если они дозрели настоящим образом на самом растении. А как сохранить растения, чтобы они дозрели? Что часто происходит? Сорта томатов, которые имеют большие кисти или крупные плоды, просто-напросто обламываются. И могут так обламаться, чтобы просто оторваться от стебля. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее позаботиться. Что необходимо сделать? Ну, у нас как бы вот шанс на утеплице, эти помидоры у нас же как бы подвязаны. Они подвязаны с формированной стебель. Ну, вот те плоды, которые кисти свисают, они могут, если большие помидоры, вот видно, что там очень много помидоров, они просто-напросто-напросто обломятся. Для того, чтобы они надломились, нам необходимо предпринять меры. Нам необходимо укрепить растения. Не сами растения, вернее, а плоды. Как мы будем укреплять плоды? Ну, значит так. Так, если у нас имеются очень крупные, ну, сорта помидор с очень большими кистями, то есть, которые весом до полтора-трех килограмм, даже если килограмм, то тоже жемного для помидора, нам поможет обычная овощная сетка. Обычная овощная сетка, которую мы будем подводить под наш, завязав на концах, подвезем наш помидор и подвесим, где-то вверху завяжем, зафиксируем. Для того, чтобы наши помидоры находились на каком-то ложе. Они будут находиться на ложе, и они никогда-никогда, как бы уже, ну, не провиснет, это ложе не провиснет, вот, они не будут травмироваться, они будут дозариваться. Это для очень больших кистей. Если у нас кисти более-меншие, нам приходится вот такая тосьма, такая бечевочка. Почему не шпагат? Почему я акцентирую внимание на тосьме? Знаете, смотрите, это мастер-вяк хлопчатобумажный. Во-первых, она, шпагат, он грубый. Он просто-напросто, если мы подвяжем нашу кисть, он может просто-напросто ее перерезать, перерезать. Здесь же материал более мягкий, более гибкий, он никогда не перережет нашу кисть. Вот. Где взять? В любом хозяйственном магазине, в отделах товара для рукоделия, такую вещь можно приобрести. Такая бечевочка нам очень пригодится, когда надо подвязывать. Смысл? Мы как будем подвязывать наши плоды? Нам нет необходимости поднимать их кверху. Они не будут расти. Мы можем просто-напросто, единственное, нашу кисть развернуть в положение на 45 градусов. На 45 градусов относительно стебля. Ну, где-то, можно чуть больше, но ни в коем случае не на все 180 градусов. Значит, смысл подвязки, что нашу кисть мы будем по серединке. Это очень важно. Не с края, не с одного, не с второго. Именно по серединке мы зафиксируем эту бечевочку. А дальше мы, если у нас, если у нас есть стеблица, у нас есть куда ее подвязать, кверху, есть каркас, куда мы ее подвяжем, крепление, мы ее подвяжем. А если это на улице, значит, мы просто-напросто поставим колышки. Поставим колышки, и к этим колышкам мы подвяжем нашу кисть. Мы ее приподнимем и подвяжем. Надеюсь, это понятно. Так, сколько колышков надо на дно растения? А это зависит от урожая. Если у вас на растении 5-6 кистей, такие крупные, значит, вам надо как минимум где-то 4 колышка, потому что, чтобы распределить равномерную нагрузку, надо не пожадничать, время потратить на эту операцию. Зато у вас потом все ваши помидоры, которые завязались и растут, они прекрасно будут расти и прекрасно дозреют на кусте. Вы поймите, что если не обломится, значит, уже и урожай, он снижается, это раз. Во-вторых, на сибле появятся раны, через которые станут проникать болезнетворные бактерии. Ну, и качество потирается, качество урожая будет не то, это одно. А второе, помидоры, которые зеленые, они просто-напросто больше расти не будут, потому что кисть обломилась, и уже рост не прекратился. Ради урожая, чтобы собрать хороший урожай помидор, стоит потрудиться, стоит поработать. Так что, эта работа очень необходима, если вы хотите иметь зрелые помидоры, прямо на кусте. Не поленитесь, сделайте, с удовольствием кушайте зрелые помидоры, наслаждайтесь их ароматом, и знайте, что ваши труды окупились сторицей. Ставьте лайки нам, смотрите наш YouTube канал. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok